Новое купе Феррари Рома, то есть Рим, построено на базе уже известного кабриолета Портофина. У них одинаковая колесная база, шасси и компоновка. Последнее слово тут ключевое, ведь Феррари Рома первое для марки переднемоторное купе в относительно доступном сегменте с двигателем V8. А значит в сопернике выбраны Mercedes AMG GT и Aston Martin Vantage. От донорского кабриолета Феррари Портофина новое купе отличается оригинальным дизайном кузова. Рим получился на целых 100 мм длиннее, но салон теснее. Если у кабриолета заявлена посадочная формула 2 плюс 2, то у Рома 2 плюс, то есть задние места остались совсем рудиментарными. Интерьер у Рима тоже свой, причем центральная консоль с вертикальным планшетом сделана необычно мощной для Феррари и разделяет передних седоков. Помимо центрального экрана есть цифровые приборы и собственный монитор для пассажира справа. Техническая начинка в целом повторяет модель Портофина, но есть и отличия. Biturbo 8-ка форсирована на 20 лошадиных сил при неизмененном крутящем моменте. В паре с ней работает не 7-й, а 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. И поскольку закрытая Рома спроектирована не только мощнее Портофина, но и на 72 кг легче, то улучшилась и динамика. Например, в разгоне с места до 200 км в час купе выигрывает у кабриолета полторы секунды. Продажи новинки стартуют весной. Цены пока не объявлены, но едва ли Рома будет заметно дешевле или дороже Портофина, за который в Европе сейчас просят около 200 тысяч евро. Или 18,5 миллионов рублей в России.